здравствуйте друзья здесь демитков юрий сейчас я хочу продолжить тему о торговле на новостях я говорил что я посмотрел новости на неделю и в новостях на неделю было следующее в четверг в 15 часов выйдут новости квартальный отчет или отчет за 9 месяцев компании walmart walmart это крупнейшая компания которая я точно знаю находится на бирже спб это известно и поэтому я сразу тогда ну включил эту акцию в наблюдение и стал смотреть и тогда же я когда увидел я вот здесь вот видите желтая линия да здесь я поставил заявочку take profit и стоп лимит на самом деле вот ну take profit на самом деле на покупку и вы знаете она вот тогда же 9 числа сработала и я купил в результате 17 акций на 2000 долларов вот ну хорошо значит и и тогда же я поставил вот где-то здесь на продажу take profit и стоп лимит то есть это чисто спекулятивная сделка я поставил take profit и стоп лимит на продажу в ожидании этих новостей вот но значит проходит день другой и вот наступает 14 число сегодня день отчетности и вчера акция начала расти сегодня она вот начинает колебаться сейчас 14 часов 52 минуты и так как она уже выросла я поднимаю свой take profit и стоп лимит на повыше то есть я продам ее уже в любом случае с прибылью продам и я поставлю сейчас вот она начинает дергаться в ожидании публикации отчетности я ее немножечко подниму на take profit вот так то есть но я по-любому в прибыли сейчас смотрите вот здесь вот написано 14 часов 52 минуты осталось 8 минут но я уже не в убытке давайте посмотрим какая у нас сейчас прибыль вот она начинает дергаться перед публикации важных новостей вот смотрите сейчас на данный момент у меня плюс три целых сорок шесть процентов за с 11 числа я купил 12 13 14 за три дня 3,51 процента на настоящий момент если прямо сейчас продам в валюте вот что у нас здесь еще давайте посмотрим это биржа спб то есть это не прямая это продукт немножечко опосредный через спб биржу здесь надо понимать что здесь ликвидность не такая большая вот но заявочки на продажу 122 60 есть 127 заявочек вот ну а на покупку нет заявок пока то есть если я захочу продать свои 17 акций то я продам по 121 22 ну тоже наверное ничего страшного не произойдет вот но так давайте посмотрим на мою стоп заявочку давайте я еще немножечко приподниму я обычно приподнимаю смотрите вот ленты бойлинджера да я приподнимаю заявочку свою стоп лимит обычно чуть ниже средней линии вот так ставлю теперь смотрите какая у меня заявочка стоп цена у меня стоит 120 90 и выставиться по цене аж 112 рублей то есть все что выше чем 112 рублей и будет будет выкуплено мною но у меня там 17 всего акций на 2 тысячи долларов и так ждем 1455 сейчас так но пока мы ждем давайте я покажу что у меня с нотами вот нота первая которую я купил это моя нота на акции алроса мосбиржа сбербанк и нлмк я говорил что она резко ушла вперед вверх но сейчас у меня уже самая нижняя акция это нлмк вот немножечко при опустилась и точно так же немножечко опустился сбербанк ниже то есть у меня есть вероятность получить свой купон и чтобы но то продолжила свое действие а не закрылась уже в первый же период наблюдения вот и вторая нота который я купил на вот эта нота стопить на 100 тысяч рублей это нота на 150 тысяч рублей куплен на другом счете вот тоже комиссия была 10 рублей вот у второй ноты другие немножечко условия но не то что другие условия другие продукты давайте посмотрим вот здесь она куплена была 8 ноября она была приобретена и соответственно акции лукойл роснефть яндекс и север сталь вот и из них вот она уходит север сталь вниз то есть здесь скорее всего будет ну продлина она вот 8 декабря будет сейчас 8 ноября значит да где-то 8 декабря будет выплата купона и будет продолжена я посмотрел выплаты купона здесь будут по две с половиной тысячи рублей здесь выплата купона где-то ну тысяча шестьсот рублей две с половиной плюс тысяча шестьсот получается три ну четыре с небольшим тысячи рублей в месяц пассивный доход вполне нормально и так возвращаемся к спб так ситуация накаляется все цена вне лимитов по инструменту вот так вот что значит неправильно ну сказать стоит заявочка ну хорошо ставим еще новая стоп заявка так продажа 17 стоп лимит если цена меньше чем 120 ноль ноль поставим вот здесь 120 ну пониже поставим немножечко сто девятнадцать с половиной сто девятнадцать и два попробую поставить так дергается видите как накануне публикации куда она пойдет я не знаю так стоп лимит у меня стоит так 14 58 59 ситуация накаляется смотрим на 14 58 14 59 я поставил пятиминутный график давайте поставим одну минуту что будет что будет что будет что будет так сто двадцать один двадцать так какие сделки какой отчет будет хороший или плохой кто туда 27 28 29 30 я думаю что там стоят даже буквально может быть роботы потому что скорее всего вот сейчас через 20 секунд все скорее всего дернется не знаю насколько быстро но я успею продать и уверен я надеюсь на хороший результат сейчас будем смотреть ставки поставлены две тысячи долларов на кону и так 51 52 53 54 55 56 57 58 59 бамс есть отчет был хороший вот так поднимаем стоп лимит хорошо так пока читают вот у меня вышло walmart отчет а так поднимаем поднимаем все хорошо я ничего не сказать не это сам бы не придумал посмотрите все идет время в реальном времени я азартный человек вот посмотрите так 123 ну же график одноминутный народ читает отчет я не читаю я просто смотрю на график вот так поднимем 121 86 вот так поднимем 121 86 ну что поставим на 123 43 продажи давайте сейчас прикинем какая у меня доходность опа 123 44 есть сделочка так какая доходность 376 так 123 45 ставлю заявку на продажу а у меня не получится ее поставить да конечно не получится надо снять стоп заявку поднимаем не буду я поднимать я ее уберу снимаю стоп заявку и уже ставлю в стакане реальную цену 123 45 новая заявка продажи 17 123 45 не буду я дергаться больше так вот она моя заявка на продажу встала по 123 27 100 лотов идет так 99 так один продали так так моя заявка 98 и 100 лотов осталось 72 а и 72 это робот скорее всего работает 72 на покупку и на продажу пусть работает робот так смотрите смотрите сейчас моя заявка уже двигается так роботы вкалывают но ничего страшного так вот моя заявка первая уже на продажу смотрите а я не дергаюсь а роботы сейчас пытаются ее сдвинуть посмотрите вот она роботы видите она 72 здесь здесь на соточку какой-то робот играет ну хорошо то есть вы видите что это роботы вот видите ребята 72 и 72 роботы роботы они пытаются сдвинуть меня не буду я двигаться не может человек так быстро менять заявки понимаете вот 72 и 100 это роботы все значит у меня 15 лотов продано осталось два не буду двигаться давайте сдвинем выше вот так вот раз и все оба вот так что выкусили так задергались уже всего два лота на кону уже всего два лота на кону есть все друзья мои вот все случилось я получил посмотрите сколько 15 15 акций продано по 12345 считаем фух 12345 умножить на 15 я просто на калькуляторе сейчас посчитаю так так у меня калькулятор научный 123.45 умножить на 15 плюс мне уже не важно они идут вверх 123.71 123.71 умножить на 2 скобка закрывается минус а я забыл почему их купил я забыл почему их купил так m30 ставлю сейчас посмотрим вот здесь я их купил и это было 118 где-то 60 минус 118 60 умножаем на 17 равно смотрите друзья мои 82.97 83 доллара доход а вложил я в районе сколько 118 118 60 умножить на 17 равно 2016 долларов вот и теперь значит 82.97 делю на 2016.2 равно 4,11 процентов доходность получилось у меня давайте прикинем здесь ну вот так 4,09 да 4,11 процента получил доходность за 4 дня в валюте и так вот я вам наглядно показал как зарабатываются денежки на новостях следующая новость там было gc penny сейчас я посмотрю но по-моему ее там не было в этом самом gc и по-моему так нет такой компании не было ну ничего страшного ничего ничего страшного такой компании нет но вот наглядно показано что торговля на новостях имеет право на существование а как делать это ну вы понимаете надо приобрести курс биржа для чайников где я подробнейше вам расскажу как ставить заявки как снимать что такое ленты бойлинжера который я тут только что использовал как ставить заявки take profit и стоп лимит вы видели что стоп лимит может и слететь вы прямо наглядно это видели только что стоп лимит у меня слетал ничего страшного не произошло потому что я в это время держал руку на пульсе он был неправильно поставлен потому что цена была вне лимита за этим надо смотреть я покажу тем кто не знает где смотреть лимиты ну и сам буду смотреть впредь потому что это ну неправильно то есть надо было ставить цену исполнения в пределах лимитов вот где их смотреть как их смотреть как пользоваться терминалом квик как пользоваться как зарабатывать вот такие деньги совсем небольшие деньги вложены четыре процента в валюте только что на двух тысячах долларов вы видели я заработал вот лайк заслужил подписку колокольчик ну и до встречи с вами был демитков юрий колокольчик прокачどう